ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Свежий номер одинцовской недели уже приехал в наш город из типографии. Обо всем по порядку. Футболисты команды Брокбойс проиграли корову. Товарищеский матч закончился со счетом 3-1 в пользу десятки. Неделю удалось узнать о дальнейшей судьбе Буренки. Около миллиона человек пьют воду, очищенную по технологии нашего земляка Юрия Бобылева. Суть его изобретения в специальном репортаже из водозаборного узла. Сегодня исполняется ровно 100 лет со дня создания службы участковых уполномоченных. Нюансы опасной работы раскрыл старший лейтенант Иван Подовинников из Голицына. Ну а жители рассказали, как относятся к этой профессии. Ну был у меня случай такой, выянили, очень шумели соседи снизу, такие невоспитанные. В общем-то вызывало ничего, решили вопрос. Ну если беспорядки какие-то у соседей там, допустим, в доме, можно пожаловаться, привлечь. Врач, участковый, все, кто работает с людьми, в первую очередь, это должны любить людей. Тогда все получится. Когда приходишь к таким людям, участковому, к врачу, если человек не любит людей, это сразу видно. Наверное, с хорошей репутацией, с ответственным. Ну как-то, наверное, работать, чтобы его знали. Если он выполняет свою, так сказать, свою должность, как положено, защищать какая-то защита должна быть у человека. Шпажист из Звенигорода Дмитрий Шевелидзе стал призером Всероссийского турнира по фехтованию. Подготовили эксклюзивное интервью со спортсменом и его тренером. Любимому ОТВ исполняется 22 года. О кухне Одинцовского телевизия не оповедали читателям сторожилы канала. Мы поинтересовались и у горожан, чего они нам хотят пожелать в этот день. Ну что пожелать каналу, как можно дольше существовать, чтобы как можно выше рейтинг был. И чтобы все было хорошо. Был последний звонок 1 сентября. Мне очень понравилось, что присутствовал Иванов. И потом я это увидела все по телевизору. Хорошая работа, чтобы она всегда была. Самое главное для всех, кто работает на этом канала, потому что это для нас важно. Побольше чего-то для детей, наверное, чтобы они все-таки больше не в гаджетах, а в чем-то добром. Побольше семейного, наверное. Что же нам сулит зеленый деревянный дракон? Рассказываем в деталях о моде грядущей зимы и подготовке к Новому году. Об этом и многом другом читайте в свежем номере Одинцовской недели. Бумажный вариант газеты можно взять на фирменных стойках, а электронную версию на сайте. С вами была Олеся Лукина. До следующей пятницы. Субтитры создавал DimaTorzok